Если вдруг что-то будет непонятное, сразу делайте вот так, просто стряхивайте ее, хорошо? Там дальше поймете, что будет непонятно. Итак, профессор. Никакой магии, чистые физика и химия. Этот коллектив уже часть имиджа города-курорта, который постоянно обновляется. При этом неизменной остается классика. Александр Сергеевич Якупов собирает фокусы, по его собственным словам, в его коллекции их уже несколько тысяч. Вот смотрите внимательно, вот видно, да? Видно? Вот видите, видно, да? Все видно. Знаешь, сейчас чего? Как-то идет парень, и я смотрю на руку, а у него ничего нет, ничего же нет. А у него раз пять рублей, представляете, старинных. Потом он взял этих пять рублей, тихонько так, и выбросил. Хотел сделать просто уличный концерт, а мне раз поймали и говорят, ну-ка, покажи что-нибудь. И я здесь остался. Мне так понравилось, сиди молодежи, я хожу и показываю везде фокусы. Сквер имени Гудовича – традиционное место, где городское управление по делам молодежи и Центр 21 век организуют интерактивные площадки. Везде свое маленькое волшебство. Кирпичная кладка, изготовление суши, мастер-классы на любой вкус. Кончарное искусство – тоже своего рода чудо. Молодежный квартал осмотрела заместитель главы города-курорта Людмила Мурашова. Многое из представленного – часть курортной инфраструктуры. Новинка сезона – литературное кафе со свободным микрофоном. Безмерный след, неся любовь к родной земле, озерам синим, хранят покой сквозь бой и кровь сыны и дочери России. Стихи анапской поэтессы Журавлевой Хомич. Здесь же особое оформление и полка с книгами. Представление нового формата. Это у нас в Анапе очень распространено. И я хочу сказать, что молодежь это любит. У нас в библиотеке ходит очень много людей, и с каждым годом к ним прибывает. Поэтому литературная Анапа – это, конечно, наша изюминка. Развлекательная программа будет очень серьезная, постоянная, круглосуточная. Для нас это работа, но самое главное, чтобы гости Анапы и жители Анапы были довольны. Анапу также называют фестивальной гаванью. По словам Людмилы Мурашовой, в новом сезоне на курорте пройдут порядка 30 международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Среди них, как уже известные, например, киношок, так и новые, перспективные. Такие, как фестиваль колокольного звона «Благовесту моря». Гости города-курорта при желании всегда смогут найти альтернативу пляжному отдыху.